Здравствуйте! Часто в речи мы используем лишние слова или слова-паразиты. Как бы, где-то, типа. Сегодня разберём самые распространённые. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, Вера Евгеньевна! Даже после уроков мы с вами встречаемся. Чем вы тут занимаетесь? Мы как бы в классики играем. А вообще мы в кино собирались, но сеанс где-то в три начинается, и поэтому у нас ещё много времени. Ну, раз у вас есть где-то около часа, мы потратим его с пользой, исправим ваши ошибки. Какие ошибки? Это любимые всеми слова «как бы» и «где-то». А что, нельзя их употреблять? Сейчас все так говорят. Садитесь, сейчас я вам всё объясню. Употреблять их можно, но только в нужном контексте. К сожалению, в последнее время всё чаще в речи даже политиков и журналистов «как бы» употребляется совершенно неправильно. Он был «как бы» убит. Мы «как бы» построили дом. Я тебя «как бы» люблю. Запомните, «как бы» может употребляться только значение «как будто», «что бы», «если». Значит, мы «как бы» в классики играем. Звучит, что мы «как будто» играем в классики. Я поняла свою ошибку. Значит, нужно было просто сказать «мы играем в классики». Если мы говорим о каком-то действии, то нельзя употреблять частицу «как бы». Действие либо есть, либо его нет. Теперь, Алиночка, будем исправлять твою речевую ошибку. А вообще мы в кино собирались, но сеанс где-то в три начинается, и поэтому у нас ещё много времени. Наречие «где-то» может употребляться только со значением в каком-то неизвестном месте и всегда в позиции обстоятельства. То есть «где-то» должно относиться к глаголу. Где-то здесь я оставил свой зонтик. Значит, я должна была сказать, что сеанс начинается не где-то в три часа, а около трёх часов. Правильно. А какой фильм вы идёте смотреть? Ой, а я не помню. Алёна, ты помнишь, про какое кино папа говорил? Кажется, что это типа сказки про ведьму. Ты опять допустила ошибку. «Типа» – это такое же слово-паразит, как «где-то» и «как бы». А вот и нет. Как раз в таком контексте слово «типа» Алёна употребила верно. Согласно литературной норме, слово «типа» выступает функцией предлога в сочетании с существительными в родительном падеже значения вроде «наподобие чего-то или кого-то», «гостиница типа пансионата», «супермен типа Джеймса Бонда», «фильм типа сказки». А говорить «я типа люблю такие фильмы» можно? Нет, конечно. И такие выражения, к сожалению, далеко не редкость. Вы сами можете привести очень много примеров с подобными фразами из речи ваших сверстников. Я типа сделал уроки и теперь могу пойти гулять. Или «извините, я типа опоздал». Никогда не употребляйте слово «типа» с глаголами. Не используйте часто слова «как бы» и «где-то». Неточное, приблизительное выражение мысли входит в привычку и, к сожалению, свидетельствует о вашей малограмотности. А на сегодня это всё. Говорите на родном языке правильно. Увидимся.